Добрый день! Если вы еще не решили, каким будет ваш сад, то досмотрите этот сюжет до конца, а потом в любом разделе картинки, в любом поисковике наберите вересковые сады и поверьте, то, что вы там увидите, не оставит вас равнодушным. Более того, скажу, что все эти яркие краски и головокружительные ландшафты можно повторить в нашем с вами климате. Речь сегодня пойдет о вересках. Что же такое вереск? Старинная шотландская легенда гласит, что скромный вереск был единственным растением, которое по просьбе Бога согласилось расти на голых, продуваемых ветрами склонами холмов. За это Господь наградил вереск повышенной выносливостью, непритязательностью, естественным очарованием, а также ароматом и качествами медоноса. В точном соответствии с легендой вереск населяет территории самыми тяжелыми географическими и климатическими условиями. Склоны гор, пустыри, болота, пустоши и торфянники. Так что можно считать, что наш климат просто идеален для вереска. Да что там считать? Калюна-Бульгарис является неотъемлемой частью нашей с вами северной природы. Вспомните, когда в конце августа вы идете за грибами, то тут, то там вам попадаются полянки с кустарничками, усыпанными темно-красными и фиолетовыми цветами. Жизненная форма вереска – это не дерево и не лиана, и даже не кустарник, а кустарничек. То есть растение с одревесеневающими побегами буквально несколько сантиметров в высоту. Многочисленные сорта вереска сильно отличаются по окрасу листьев. Листья вереска бывают в всех оттенках зеленого, а также серебристыми, желтыми, бронзовыми и даже оранжевыми. Мелкие бокаловидные цветы вереска собраны в кистевидные соцветия, которыми заканчивается каждая веточка. Богатая и разнообразна также цветовая гамма цветов вереска. Соцветия бывают белыми, розовыми, лиловыми, малиновыми или вишневыми. Невзрачный на вид в течение полугода вереск, зацветающий в августе-сентябре, вдруг превращает в сад в красочный гобелен. Со временем цветки вереска засыхают, но продолжает держаться на растении еще пару месяцев, создавая впечатление, что вереск цветет до поздней осени и уходит под снег все еще цветущим. Благодаря этой особенности последнее время стало модно использовать верески не только как многолетние растения, но и в качестве осенне-зимних однолетников. В августе их высаживают в кашпу или балконные ящики и почти до майских праздников у вас за окном маленький кусочек сказки. Также можно взять пример с наших северных соседей финнов и использовать верески и другие хвойные, как летники в городских посадках. Очень часто на просторах интернета или от садоводов можно услышать, что верески не зимуют или что их нужно укрывать и так далее, и так далее, и так далее. Первое утверждение, я думаю, мы опровергли выше. Сложно назвать растение незимующим, если оно является аборигеном и растет в наших лесах. То же касается и укрытия. Вереск не нуждается в теплой шубе на зиму. Это растение встречается в регионах и гораздо с более сорлым климатом. И тем не менее, жалобы на верески продолжают поступать. Давайте разберемся, в чем причина и что мы делаем не так. Почему в лесу прекрасно растет, а у нас на участках не всегда. Первое, что нужно знать и всегда об этом помнить, это то, что все верески, как и другие представители вересковых, хорошо себя чувствуют исключительно на кислых почвах. Связано это с тем, что все вересковые образуют симбиоз с простейшими грибами, живущими в почве. И от того, насколько силен этот союз и зависит состояние вашего кустарничка. А что любят и в чем нуждаются грибы? Правильно, влажность, кислая почва и органика. Вот и получается, чтобы верески хорошо себя чувствовали, себя на участке, мы должны в первую очередь позаботиться о грибах. Второе, все верески солнцелюбивы. В крайнем случае легкая полутень. При достаточном освещении верески имеют хорошую форму куста и обильно цветут. Третье, не увлекайтесь минеральными удобрениями. Для большинства вересковых это не всегда дает положительный результат. Причина все в том же. Грибы. Исследования показали, что высокие дозы минералки и фунгицидов подавляют развитие микоризы. Но о микоризе мы подробно расскажем в одном из наших будущих сюжетов. Еще одной, четвертой причиной, почему считают, что верески не приживаются или плохо зимуют, является тот факт, что мы все время забываем, что верески не сбрасывают свою листовую пластину на зиму, а значит, могут гореть весной от солнца. Весной мы видим кустики с засохшей хвоей и до конца не разобравшись, просто выкидываем их, а нужно было всего лишь подстричь. Пятое, последний фактор, это время посадки. Оптимальные сроки посадки для всех представителей вересковых – это весна. Чем раньше вы посадите свои растения, тем лучше. С рододендронами и азалиями в этом вопросе проблем нет. А вот с вересками все немного сложнее. Их декоративности приходится на вторую половину лета и осень. Поэтому и в продажу они поступают именно в эти же сроки. В связи с этим, если вы задумали вересковый сад, то не тяните до поздней осени с посадкой. Ну и, соответственно, с покупкой. Чем раньше вы посадите, тем больше шансов на успех. Продолжая разговор о вересках, невозможно не поговорить о сортах. На сегодняшний момент существует более 500 сортов вересков. Есть даже коллекционные сады, посвященные вересковым. Самая богатая коллекция находится в Германии. Неплохая коллекция собрана в Белорусском Ботаническом саду. Им даже принадлежит несколько новых сортов. Возможно, и в нашей стране есть коллекционеры вересков. Но, увы, мне о них ничего не известно. Если честно, то увлечение вересками у нас с вами началось не так давно. Я бы сказала только-только. В ботанических садах видовой вереск появился еще в 18 веке. А вот первые сорта появились лишь в середине 90-х годов прошлого столетия. То есть, буквально вчера. Мы с вами только-только открываем для себя эту культуру. Существует мнение, что не все сорта вереска подходят нашему климату. Не все зимуют. Поверьте, это большое заблуждение. Все сорта зимостойкие. Но есть нюанс. Почему-то выбираем ижевельники или сосны, мы это учитываем. А при выборе вереска нет. А принцип тот же самый. Сейчас попробуем разобраться. Итак, сорта. Сорта вересков можно разбить на несколько групп. Первый параметр – это форма цветка. Она может быть махровой, простой и в форме нераскрывшегося бутона. Простой цветок имеет форму изящного колокольчика. Цветки махрового вереска похожи на миниатюрные розочки. Но эти розочки настолько маленькие и их настолько много, что кажется, что кустарник усыпан маленькими бархатными бомбончиками. Последняя группа достаточно необычна. Цветок полностью не раскрывается. И все время кажется, что он вот-вот зацветет. И вы находитесь в постоянном предвкушении. Но, увы, этого не происходит. Так и уходит он в зиму с нераскрывшимися бутонами. Такие сорта очень хорошо подходят для осенне-зимнего украшения ваших балконных ящиков и вазонов. По зимостойкости все группы одинаковые. Но махровые сорта снискали себе репутацию менее зимостойких. Связано это с тем, что насколько они прекрасны осенью, настолько они невзрачны весной. Цветок за зиму спривает и общее впечатление от кустики не самое радужное. Кто-то даже считает, что кустарничек не призимовал и спешит выкинуть вереск. А решение лежало опять на поверхности. По весне все верески рекомендуется стричь. Они цветут на побегах текущего года. Поэтому в цветении вы не только не потеряете, но, пожалуй, и выиграете. Также верески можно разделить по окраске листьев. Здесь есть три группы. Зеленые, желтые и с серо-голубой окраской. Желтые верески особенно очаровательны осенью. Их палитра колеблется от оранжево-желтой до почти огненно-красной. Происходит это за счет зимней окраски. Напомню, все верески, как и любое растение, не сбрасывающее листву, имеет свою зимнюю окраску. Верески с голубой хвоей станут интересным решением вашего сада в тот период, пока верески еще не цветут. Они разбавят монотонность зеленого цвета. Ну и зеленолистные верески. Окраска листьев привычна нашему взору и мало чем отличается от лесного собрата. Но в этом их и очарование. Из трех этих групп настороженно относятся к желтым верескам. Это вполне естественно. Желтая листва говорит нам, что место должно быть солнечным, иначе мы потеряем в яркости окраски. Это вполне логично. Но мы опять же не учитываем, что вересковый не листопадный кустарничек и его корневая система не очень глубокая. Поэтому на сильно ярком солнце весной они могут подгорать. Лекарство одно – ранневесенний полив и весенняя обрезка. Также сорта вереска можно разделить на группы по высоте – низкорослые, среднерослые и высокие. Самые низкие сорта в нецветущем состоянии чем-то похожи на мох. Они имеют подушковидную форму и ветви их расположены параллельно земле. Такие сорта могут немного подпревать. Не стоит высаживать их в места, где долго не сходит снег. Или нужно весной этот снег слегка взрыхлить. Тогда сугроб не будет лежать до мая. Или как в этом году на некоторых участках – аж до июня. И последнее – деление вересков по окраске цветов. Ну, тут для меня все просто. Есть белый вереск и все другие. Розовые, красные, малиновые или темно-фиолетовые. Дело в том, что белые цветы для вереска не совсем типичные. Есть даже поверье. Если вы нашли в лесу вереск с белыми цветами, то удача будет сопутствовать вам во всех делах и личной жизни. И напоследок. На протяжении всего рассказа я все время говорила об обрезке вереска. Хотелось бы остановиться на этом немного поподробнее. Дело в том, что у вереска, как и у любого растения, относящегося к семейству вересковых, основное количество спящих почек находится в верхней части кроны. И чем ближе к основанию, тем меньше. Поэтому и верески, и рододендроны мы стрижем по зеленой, облественной части. Стрижка подкотловского здесь, увы, неуместна. Иначе вместо пользы мы просто погубим растения. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно расскажите про свой опыт с вересками в комментариях под видео. До новых встреч. Удачи!